22 мая 2022 года мы на таежной реке кондома которая протекает по горной шории мы открываем сезон решили два дня сплавиться на покрафте с одной ночевкой нам срочно нужно пообщаться с природой почувствовать воду проверить как перезимовала наша лодочка которую мы приобрели в прошлом году это очень легкое плац средства которое мы носим с собой мы уже были с ним в прошлом году на перевале дятлова мы совершили очень сложный пешеводный поход в это лето у нас еще более грандиозные планы мы планируем в июле месяце сплавится на этом покрафте по большому абакану в течение двух недель будем это делать от горячего ключа вниз к базе ну и конечно походим по хакасии этот поход будет пешеводным а потом мы в августе поедем на весь месяц в еще более сложный поход на северный урал где будет 80 километров пешки и 270 сплав по трем рекам коми по самым диким местам вот ольга занимается по крафтам ей очень нравится это занятие поэтому я просто взял камеру и и снимаю она сама решила его накачать и продемонстрировать всем как вообще легко обращаться с этим самым простым плав средством которое нам очень сильно полюбилась и мы теперь постоянно будем им пользоваться во всех наших походах накачивается покрафт очень легко легким практически невесомым мешком который наполняется воздухом и потом при помощи нажатия на мешок этот воздух перемещается в лодку в эти два отсека этот покрафт называется спутник 2 на двух человек мы его специально заказывали с двумя отсеками у нас еще есть дома надувное дно которое мы сюда не взяли еще есть дека юбка для плохой погоды но все это мы с собой не носим также в этот раз сняли и коленные упоры потому что река не сложная вода спала неделю назад на большую воду мы опоздали этот сплав будет очень спокойно это скорее можно назвать отдыхом они каким-то спортивным мероприятием вот именно эту модель теперь компания тайм-триал почему-то стала делать только из пвх полностью и дно и баллоны мы же заказывали из другого материала который называется тп у нас из пвх только дно погода сегодня пасмурная почему-то очень много бабочек в прошлом году мы рыболовный блесной прокололи один из баллонов нашего покрафта рыбачили во время сплава и блесна зацепилась за дно потом самортизировала вверх и сверху уже воткнулась в покрафт мы это место заклеили строительным скотчем этот скотч до сих пор на боку остался прилепленным с прошлого года лодку мы еще не заклеивали будем это скоро делать а сейчас мы просто решили этот скотч поменять материал абсолютно не расползается и помогает обычный строительный скотч мы около 100 километров с этим скотчем прошлом году сплавлялись в самом конце нашего похода также мы купили в этой же компании спас жилеты которые надуваются их даже можно надувать когда непосредственно находишься в воде надувные сидушки которые также очень легкие практически ничего не весят все это снаряжение необычайно легкая все предназначено для того чтобы носить это на себе в рюкзаках даже алюминиевые весла и это очень очень легкие лопасти у них пластиковые каждая из этих весел разбирается на четыре части чтобы можно было все это засунуть в рюкзак эти весла не тонут они плавают на воде очень долгое время мы проверяли накачиванием по крафта ольга занималась примерно минут пять все лодка готова к спуску на воду сейчас мы будем загружать в нее все оставшиеся снаряжение но сначала оденем спас жилеты в этой реке есть и перекаты есть и глубокие ямы поэтому рисковать не будем сегодня мы планируем пройти совсем недолго около трех часов берега этой реки очень красивые таежные встречаются скальные выходы по берегам видно что неделю назад вода поднималась примерно метра на два было сильное половодие потом вода упала мы в этом походе не рыбачим потому что рыбалка до 25 мая запрещена осталось еще три дня до ее открытия но рыба нам и не нужно мы взяли с собой мясо местами попадаются очень затяжные плюсы где приходится грести по берегам этой реки можно встретить лосей их в этом месте очень много проходят лосиные тропы лось и в одних и тех же местах ежегодно мигрируют лосей тут никто не трогает на них охота запрещена иногда попадаются и медведи мы периодически останавливаемся и выходим на берег посмотреть окрестности но сильно долго не задерживаемся в будущем мы запланировали купить еще два таких покров только однишки кстати ссылку на компанию тайм-триал я оставлю в описании под этим роликом посмотрите там у них много чего интересного шли нормальный берег чтобы переночевать сейчас будем разгружать по крафт разгрузили все вещи ольга с грозным видом стоит непонятно что вообще задумала по крафт вот вытащили на берег подальше 50 метров от реки такой лес тут костровище вот есть он уже спички положили в пакете сейчас разведем костер вот там дальше за костровищем скорее всего поставим палатку дрова тут немного есть еще собираем для бивака мы выбрали очень тихое спокойное место вырубили шест для палатки у нас с собой зимняя палатка почему зимняя а вот так захотели взяли зимнюю печку конечно не брали печка в мае естественное лишнее и так будет очень тепло эту палатку мы купили на алиэкспрессе и ольга снизу ее еще доставила таким же похожим материалом палатка стала на 70 сантиметров выше это наш проект который мы планировали зимой мы хотели с этой палаткой пойти на перевал дятлова но заболели и перенесли это мероприятие на следующую зиму у этой палатке нет никакого каркаса ставится центральный кол в этой палатке есть место для того чтобы подвесить внутренний слой и еще остается место для печки все эти размеры мы долго высчитывали долго думали проводили всяческие замеры взвешивание материала и так далее мне кажется получилось очень даже неплохо поужинав пошли немного погулять по берегу реки завтра нам предстоит еще трехчасовой сплав мы высадимся в том месте где совсем недалеко можно дойти до станции электрички и вернуться обратно в то место откуда мы стартовали загрузиться в машину и уехать домой майская природа горной шории это просто сказка всем рекомендуем в мая сплавляться вы не пожалеете единственный минус конечно это отсутствие адреналина на кондами в этой части реки нет никаких опасных порогов можно организовывать семейные сплавы брать сюда детей вечером мы просто сидели у костра и наслаждались пением птиц у птиц также как и у нас было весеннее настроение также в этом походе я тестирую нашу новую видеоаппаратуру который мы сейчас снимаем всем большое спасибо за то что досмотрели до конца пока 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 Продолжение следует...